Приветствую каждого игрока от овощи до статиста на моем канале с вами зав и сегодня мы поговорим о технике 2 3 и 4 уровня о коллекционной техники 2 3 4 уровня поскольку разработчики приняли решение о том что восстановление и продажа данной техники будет стоить теперь иначе не столько сколько мы получали до этого а будет приравнена к определенной стоимости хорошо сейчас более детально поэтому пройдемся пройдемся по минусам которые нас ждут после всего этого действия и что же нам в итоге остается делать с этой коллекционной техникой ну а перед началом данного видео подписывайтесь на канал также можете подписаться на телегу скоро в телеге у меня начнется конкурс на танк 8 уровня какой-нибудь из танков который победит сейчас в опросе будет участвовать в розыгрыше и вы споводно сможете его получить так что если желаете пожалуйста присоединяйтесь ну и буду благодарен если вы еще и лайк этому видео поставите а мы начинаем значит 8 декабря во всех новостных пабликах появилась одна и та же фраза от разработчиков звучит она так в будущем обновлении стоимость продажи и восстановления коллекционных танков 2 4 уровня будет зависеть только от их уровня 2 уровень 25 голды 3 уровень 50 голды 4 уровень 100 голды например сейчас ты можешь продать лтп за 850 голды и после обновления восстановишь его тоже за 850 голды продаж после выхода обновления за 50 голды восстановишь тоже за 50 голды обновление выйдет ближе к концу этого года так что не откладывайте все долгий ящик если планируешь продавать технику все это сообщение состоит из трех ключевых фраз которые мы будем сегодня разбирать первое это стоимости танк 2 3 4 уровня второе утверждение то то что вы можете продавать технику до обновления и после обновления и сколько она будет стоить ну и третье это про обновление и рекомендацию по продаже техники вот и будем разбираться сейчас стоит продавать технику или не стоит на данный момент многие танки стоят гораздо дороже чем 100 единиц голды то есть возьмем тот же pzb2 танки 4 уровня имею ввиду он стоит полторы тысячи золота возьмем ac 1 сентинелл он стоит 1000 золота например есть танки которые стоят действительно дешево по 100 единиц голды это тот старый песок который вывели у нас из игры несколько лет назад то есть было обновление когда разработчики капитально перелопатили танки 1 2 3 4 уровня и даже 5 уровень это затронуло вплоть до 7 уровня в общем перелопатили некоторую технику и многие танки вывели тупо из игры ну как вывели перевели в разряд коллекционных и удалили из ветки исследования у меня после тех времен осталось много коллекционной песочной техники допустим тут же м3 ли т-40 валентайн вот они все из того обновления и все стоят как один по 100 единиц золота и по 100 единиц золота они стоят по той причине что разработчики не дали больше золота за эту коллекционную технику многие ребята ее просто продали я ее оставил себя на аккаунте потому что ну не видел смысла особо в продаже и впоследствии эти танки мне даже помогли в боевых пропусках периодически они появлялись на первом уровне вот допустим сегодня у нас там pz 38 н а если бы я его получил он у меня есть я бы получил компенсацию 500 золота а так он стоит 100 единиц золота и это абсолютно невыгодно но допустим позапрошлый боевой пропуск был необычный там оказался танка 32 а 32 стоит как раз таки 1450 единиц золота и нет смысла получать компенсацию 500 единиц золота при наличии техники если можно просто продать а 32 и заполучить новое 32 и вот таким образом я смог зафармить себе 950 единиц золота это просто один из вариантов как можно было фармить золото на этих танках на этих песочных танков также многие люди покупали наборы с этими танками их я показать не могу они продаются за рубли но тем не менее а кстати нет могу могу перейти на их сайт наверняка там на сайте эти наборы присутствуют ну конечно вот предложение с пцм пожалуйста пцм 36 494 рубля он обычно 449 стоит в галере танк стоит 950 золота и плюс тут всякие плюшки ништячки его две с половиной тысячи золота даже написано что компенсация при наличии техники 950 золота то есть все расписано и это самое главное то есть вы можете зафармить какое-то определенное количество золотишко покупая вот такую технику и люди тратили на неё свои реальные деньги то есть они платили за эту технику рублями я кстати тоже платил за эту технику рублями они у меня сами по себе не материализовались в ангаре поэтому когда-то там я вкладывал в эту песочную технику может быть она стоила по-другому может она стоила больше или меньше я уж не помню это было очень давно но тем не менее я вкладывался рублями и то что у меня сейчас отбирают получается ценность этих танков это приводит меня в негодование в некоторое негодование потому что я же заплатил за ту сумму золота которую они стоили почему на данный момент она становится меньше почему пзб2 вместо допустим тоже 1500 золота да будет стоить всего лишь жалкие 100 золота мне нет смысла оставлять технику в ангаре но я хочу ее оставить в ангаре потому что допустим я ее там коллекционирую или может быть ее даже катаю хотя катать сейчас на песочной техники практически невозможно вы просто в бой не можете выйти если бы даже я сейчас наверно бой запустил на пзб2 мы бы его 10 лет искать если вы ночью решили выкатить на какой-нибудь песочной техники то это вообще фантастика это просто нереально но хорошо это мелочи жизни действительно час на песочной техники особо никто не катает я думаю что проблема песочной техники это скорее проблема разработчиков они специально сделали так чтобы на ней невозможно было катать чтобы мы не попадали тем же начинашкам которые там катаются в песке пытаются друг друга убить вот такого нет игроки с большим количеством боев если все-таки попадают на песочной техники в какие-то бои то дерутся обычно с такими же игроками как и они сами я потратил определенное количество рублей опять таки не могу сказать сколько потому что это было давно и сколько же золото у меня в итоге отбирают а я сделал списочек я это все рассчитал вот как раз таки в телеге я вам это покажу вроде бы в этом списке я учил всю технику коллекционную технику которая у нас есть в игре которая стоит больше там чем определенная сумма золота ну то есть 150 или 25 золота и которую сделают дешевле причем я вот расписал их текущую стоимость и стоимость которая у них будет после обновления 10 5 так вот если рассчитать разницу между тем сколько танки стоили и сколько они будут стоить сейчас то разница составляет ни много ни мало 22 250 единиц золота это то золото которого мы лишаемся после обновления 10 5 если конечно у вас есть все эти танки безусловно тут каждый может провести расчеты сам то есть посмотреть какие танки из этих у него стоят в ангаре и если они у вас есть то соответственно вы потеряете какое-то свое определенное количество золота но тем не менее вы его все равно потерять если вы их оставите у себя в ангаре но разработчики написали что мы можем продать возвращаемся вот к этому сообщению да вы можете продать лтп за 850 голды и после обновления восстановить его за 850 голды стоит означать это означает что если я сейчас возьму и продам все свои коллекционные танки и получу вот эту разницу в 22 с половиной тысячи золота себе на аккаунт то есть они у меня будут где-то вот здесь вот рядом с моими 143 тысячи золота кто не дай бог мне захочется покататься на каком-то танке который я уже продал мне придется за него отвалить там допустим за того же pzb2 полторы тысячи золота офигеть это же довольно много полторы тысячи золота это цена какой-нибудь пятерки а тут я покупаю танк 4 уровня который мне не особо нужен ну хорошо восстановил я его за полторы тысячи золота что будет когда я попытаюсь продать вновь а если его попытаюсь продать вновь но обновление 10 5 уже у нас установлен то я его продам всего лишь за 100 единиц золота то есть понимаете мы остаемся без своего золота в любом раскладе но но мы можем остаться со своим золотом только в одном единственном исключительном случае если мы продадим танки и не будем их никогда восстанавливать большой вопрос у меня только касательно того что будет когда мы получим эти танки вновь на свой аккаунт как они будут продаваться вот допустим я решил не восстанавливать технику а просто купил новое предложение с тем же pzb2 получил его себе на аккаунт получается я его могу продать за 100 единиц золота а выкупать мне все равно его за полторы тысячи или как это будет работать непонятно этого к сожалению не объяснили это будет известно только после обновления 10 5 ну а если я решу что я хочу оставить все-таки эти танки в ангаре и продам их уже только после обновления 10 5 то они будут продаваться по 100 единиц золота и это не имеет абсолютно никакого смысла потому что свои 1400 золота я уже потеряю то есть разработчики все сводят к тому что либо вы офигеть какой коллекционер и оставляйте всю технику у себя в ангаре и без разницы сколько она там золото вам принесет без разницы сколько вы денег на нее потратили это никого не волнует либо вы продаете всю свою коллекционную технику то есть берете весь свой песок и тупо сдаете его на металлолом чтобы он висел вот в этом восстановлении и никогда его больше не восстанавливаете тогда вы останетесь при своем золоте а 22 500 это все-таки немалая сумма этого хватит чтобы прикупить допустим десятку я бы какую десятку а тут можно потратиться например на комп панзер 50 тонн он как раз таки за 22 500 продается ну ладно 250 золота вам будет не хватать но тем не менее добавить и откуда-нибудь не знаю придумаете что не в любом случае вы понимаете какую к астрономическую сумму золота мы теряем да для какого-нибудь барыги у которого этого золота жопы ешь безусловно это не скажется но на обычных ребятах которые там последнюю копеечку берегут рекламки там эти смотрят по 50 голды и так далее для того чтобы заполучить чуть-чуть хотя бы чуть-чуть золото это будет весомый удар по активам и ничего с этим не сделаешь то есть вот просто волевое решение разработчиков что песок будет стоить столько мы не голосовали за это мы не знаем причины этому это просто решение которое они приняли с бухты барахты прям перед новым годом это что они у приняли прям перед новым годом это опять-таки какой-то нонсенс смотрите разработчики написали теперь переходим к третьей части до обновление выйдет ближе к концу этого года так что не откладывай все в долгий ящик если планируешь продать технику это означает это означает что обновление будет в тот же день или там может быть за несколько дней до того как начнется новогодний и в новогодний event мы знаем что начнется где-то в двадцатых числах и я так понимаю что обновление тоже будет где-то в двадцатых числах и получается когда мы будем какую-то коллекционную технику получать с этого нового года вы же будете открывать коробки там же есть коллекционная техника вот я могу вам для примера показать сейчас коробки на евро потому что на евро уже начался новый год давайте я так и сделаю буквально минутку вот мы и на евро и представляете какое будет у вас негодование когда вот этих бесплатных коробок вам упадет допустим валентайн 2 который и здесь компенсируется за полторы тысячи золота по моему а у нас будет компенсироваться за 100 золота за 100 золота фцм пак 40 950 золота против 50 золота гроб трактор btsv все эти танки определенное количество золота стоит вот пожалуйста 1000 1200 то есть здесь даже все это расписано будет ли у нас такая компенсация за эти машинки вопрос открыт может быть здесь везде будет сто и пятьдесят золота указан и тогда абсолютно не имеет смысла получать вот эти танки из вот этой бесплатной коробки ну вернее коробки за свободный опыт это просто трешанина я не понимаю почему так сделали я не понимаю зачем было так делать то есть получается что перед новым годом нам как раз таки режут весь доступ к золоту которое мы могли с этого нового года получить у меня в телеге недавно дтр открывал коробки на евро он показал что там периодически падала золото периодически падали какие-то танки он их сливал на другое золото и у него в итоге получилось там что-то в районе 20 тысяч золота за миллион шестьсот свободки и это вполне себе неплохо это как подарок для нового года да ему не упали шары но тем не менее упало достаточное количество золота а у нас получается а у нас получается что мы будем без этого золота 7 есть конечно маленький шанс что ивент начнется до обновления но я в это практически не верю но все-таки если допустим ивент начнется до обновления 10 5 то обязательно нужно прям в первый же день по открывать эти коробки просто максимальнейшим образом чтобы в случае если вам выпадет какой-нибудь коллекционный танк который стоит какое-то количество золото те же 1500 1200 или какое-то другое чтобы вы успели его продать до этого обновления 10 5 и нюанс состоит в том что каждый день вы можете продавать только 5 единиц техники то есть если даже ивент все равно начнется до обновления 10 5 то обновление 10 5 не заставит себя долго ждать она будет буквально там на следующий или там через два дня но она будет и будет быстро и поэтому у вас будет на решение вот этой головоломки с продажей техники всего ничего дней поэтому ребят чтобы остаться со своим золотом если вы не какой-то прям супер-пупер коллекционер берите и продавайте танки уже сейчас вот я сейчас прям при вас начну я специально до этого ролика ничего не продавал но уже пора время уже подходит до 20 числа осталось всего ничего 8 дней у меня этого времени хватит потому что всего 24 единицы техники продавать я могу по 5 единиц в день другую технику я в общем то не продаю он ангар посветлел смотрите новый год закончился видали как я могу это из-за того что я на евро зашел там ангар и на евро и на руках то связаны и они перекрывают друг друга поэтому аккаунт на ру вернулся к своим истокам ладно не будем обращать на это внимание вот в общем меня уже висит один танк на восстановление его продал за полторы тысячи золота кстати уведомления почему-то нет а наверное надо перезайти для того чтобы было все в порядке она сейчас перезайдем секундочку вот мы вернули свой ангар своих это раз и теперь по идее будет показано что я продаю технику за какое-то определенное количество золота отдавать за 1000 золота я продаю и здесь наверно будет уведомление нет уведомления почему не высвечиваются но в любом случае мой счет полняется на то количество золота за которые я продаю эти танки как я и сказал а-32 вот пожалуйста 1450 поступила ко мне на счет но эти танки теперь будут у меня восстановление висеть и сумма которую я должен буду приплатить за их восстановление будет вот такой до того момента как обновление 10 5 наступит и я их выкуплю когда я их выкуплю снова продам сумма на восстановление станет 100 единиц золота но мне придется потерять свои там 1400 золота и это конечно максимально печально не знаю зачем разработчики это все придумали какой у них там план но наверняка есть какой-то план потому что просто так такие вещи не делаются но это обидно мне не хотелось продавать эту технику то есть я вот сейчас вынужден просто этим заниматься избавляться от техники все я продал пять танков и пожалуйста лимит исчерпан лимит на сегодня исчерпан завтра продолжим завтра тоже будем продавать технику нужно продать все 20 копейками танков то что золото я терять не намерен я за него заплатил я хочу его оставить но танки я тоже хочу оставить я надеюсь что разработчики немножко подумают подумают и все-таки дадут возможность восстанавливать технику после обновления 10 5 за там 150 или 25 единиц золота потому что это не честно не честно по отношению к людям которые платили за определенную сумму золота то есть когда мы покупали эти танки увидели одну сумму а теперь она превращается немножко в другую разработчики конечно вольны делать все что им заблагорассудится но по отношению к игрокам по отношению к тем кто вот технику покупал к тем кто лояльная аудитория это выглядит несправедливо ну по крайней мере я вот так вот думаю если вы кстати со мной согласны можете написать об этом где-нибудь в комментариях ни к чему не призываю какому-то бунту там или еще чему-нибудь нет смысла в этом нет разработчики решили они это сделают другое дело что может быть они одумаются может быть они посмотрят это видео и примут адекватное взвешенное решение о том что можно будет восстанавливать технику за сумму которая будет уже в обновлении 10 5 чтобы наше золото просто села у нас на аккаунтах и танки оказались у нас в ангарах за вот эти копейки тогда мы ничего не потеряем тогда все будет справедливо тогда все будет честно мы заплатили за определенное количество золота мы заплатили за вот эти танки золото и танки остаются у нас в ангаре так должно быть а тот путь который выбрали разработчики он все-таки несправедлив и не объективен может быть я ошибаюсь кстати если кто-то со мной не согласен тоже пишите в комментариях я обязательно почитаю и скорее всего даже отвечу ну а на этом все ролик конечно в основном был разговорный я долго готовился к тому чтобы его записать к сожалению не мог записать его раньше хотелось конечно же записать его прям 8 декабря после того как все это дело произошло но к сожалению там были дела там не было возможности а теперь возможность появилась и соответственно как я обещал я это сделал спасибо что досмотрели данное видео до конца подписывайтесь на канал я думаю что вы уже конечно подписались но вдруг если кто-то еще не подписался не упускайте возможность оставаться со мной поставьте лайк под этим видео для того чтобы больше людей узнала о том что она вообще существует ну и на этом я с вами прощаюсь всем пока